Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, и я рада видеть вас снова на своем канале. И в этом видеоролике я буду безумно рада поделиться с вами своими впечатлениями о тестировании новой палетки от бренда Tami Tanuka под названием «Ласковая песчаная газель». И, пользуясь случаем, выражаю свою огромную благодарность Лене за такой прекрасный подарок, который она мне, собственно, организовала. И этим подарком стали как раз-таки вот эти прекрасные две палеточки от бренда Tami Tanuka, которые стали неким таким катализатором, наконец, к более обширному знакомству с этим брендом. И это у меня здесь бойкая лавандовая шиншилла, обзор на которую будет, скорее всего, на следующей неделе. И, собственно, героиня сегодняшнего ревью «Ласковая песчаная газель». Огромное спасибо тебе, Лена, за такие чудесные подарки. И, наконец-то, я пробую формулу прессованных теней от этой марки. Огромное тебе спасибо. Ссылки на аккаунты Лены на рекоменде и на косметисте приколю в инфобоксе. Обязательно переходите и смотрите. Подписывайтесь, кто является жителем рекоменда, жителем косметисты. А мы, пожалуй, приступим, наконец, к первым впечатлениям с «Ласковой песчаной газелью». И далее плавно перейдем к ревью на эту палетку. Поехали. Меня переполняют такие странные эмоции, потому что я ни разу в жизни еще пока не красилась прессованными тенюхами бренда «Тамит Анука». У меня были рассыпушки, отсыпушки. Мне подруга их отсыпала на пробу. Маша, если ты меня смотришь, большой тебе привет. И спасибо за знакомство с этим брендом. И, в общем-то, вот героиня сегодняшнего тест-драйва, сегодняшнего обзора. Это первые макияжи. Как вы понимаете, первые впечатления у меня сейчас будут. Световая растяжка палетки «Ласковая песчаная газель» мне понравилась. Это очень красивая такая телесная гамма с зеленоватым таким нейтральным красивым уклоном и имеющий в себе такой красивый фиолетовый тоже дуахром. Тут вообще по факту, если посмотреть, три дуахрома. Три дуахрома. Но проблема в том, что эти три дуахрома имеют очень такую невесомую природу дуахромности. И вот это меня изрядно напрягает, потому что я боюсь, что этих переливов может быть навеки не так и видно, как я бы хотела, чтобы они передавались. Но давайте не будем забегать вперед и просто нанесем базу под тени для век и приступим к нанесению макияжа и моих первых впечатлений с этой палеткой. Базу, как всегда, я использую от бренда Art Deco. Мне она очень нравится. Сразу буду наносить макияж на оба глаза, пробовать это все дело в тест-драйве. Очень интересно посмотреть, что получится. Из-за того, что базу можно использовать как и в липковатом виде, так и в закрепленном виде, она для меня становится максимально маневренной и удобной и удачной для дальнейших работ. На этот раз закреплять пудрой или же тенями я ее не стану. И буду пробовать набивать больше оттенки, чтобы попытаться вытащить наибольшую такую квинтэссенцию цвета, насколько я смогу вообще вытащить. Потому что если я сейчас возьму базу Urban Decay Original, она суховатая и на нее, мне кажется, не так хорошо нанесется пигмент. Но в следующем макияже как раз нанесем тени на Urban Decay Original. Итак, давайте начинать макияж. Буду набирать сначала самый светлый матовый оттенок из палетки. У меня как раз кисть Цоева очень хорошо сюда влезает, в этот мини-мини маленький рефильчик. Так, и начну грунтовку века. Очень хороший цвет. Уже с порога я вижу, что это очень-очень прикольненько. То есть он никаких пятен мне не дает, но при этом очень неплохую дымку создает. Мне кажется, что на липковатой базе этот оттенок можно с легкостью увести и в более такой сильный концентрированный цвет. Без острой необходимости затемнять другим темным оттенком, что здесь присутствует. Он очень неплохо сам на себя наслаивается на такой вот липковатой базе. Но раз у нас сегодня первое впечатление, нужно постараться по максимуму затронуть все оттенки из палетки, что, собственно, мы сегодня делать и будем. Следующим шагом нанесения макияжа будет использование вот этого темно-зеленого оттенка. И мне кажется, он пылит в рефиле больше даже, чем предыдущий матовый. Ой, как он на базу нанесся ярко! Офигеть! Вот это вам и база арт-деко! Какое затемнение получается активное прям! Офигеть! Немножечко граница тушевки получилась не так мягко, как и я то рисовала у себя в фантазиях. Но мне кажется, можно ее слегка увести, используя сияющие текстуры из палетки. Тоже, мне кажется, должно неплохо получиться. Попробуем, может быть? Возьму тогда, блин, наверное, вот этот вот оттенок. Они, кстати, в какой-то мере немножечко даже похожи, эти цвета. Да, у него такая зеленоватая дуохромная природа. И при помощи такого сатинового оттенка можно сгладить границы тушевки. И добавить заодно и блик под бровь. Интересно, интересно. И попробуем тогда самую звезду палетки, вот этот вот фиолетовый оттенок, нанести при помощи пальца на один глаз на подвижное веко. И ох, вот что значит чуть липковатая база. И цвет ложится очень прикольно, очень ярко. Из-за того, что у нее есть дуохромная текстура, блин, это так прикольно смотрится. У фиолетового дуохромность некой такой желтовато-золотисто-розоватой природы. А под бровью получилось нанести дуохром с зеленоватым отливом. И это так интересно смотрится в сочетании друг с другом. Один дуохром, другой дуохром. Очень прикольно. И давайте тогда на второй глаз нанесем этот же оттенок при помощи моей любимой плоско-пушистой кисти 234 от Сойва. Оттенок мягкий, и мне кажется, у меня на руках все козыри, чтобы нанести его на веко без труда. Ну да, неплохо, но при помощи пальца набивает с лучшим. Но если нужен более невесомый эффект, то мне кажется, действительно, кисть в данном ключе будет работать как можно более мягким образом. У меня просто на ноге находится палетка, и я боюсь ее долбануть на пол. Не очень удобная мне организация съемок, поэтому работаем с тем, что имеем. Во, прикольно. Мне очень нравится этот синий-фиолетовый лавандовый дуохром с красивым переходом. Блин, класс вообще. Очень клево, очень-очень клево. Мне прям нравится. Мне очень нравится, что получается. Давайте тогда на нижнем веке продублируем все это дело самым темным, темно-зеленым оттенком из палетки. Я не ожидала, что получится настолько концентрированно. Не ожидала. Хотя, почему я не ожидала? Я же знала, какую базу я беру. Эта база мне никогда не подводит, и то, что плохо лепится, на эту базу лепится чудесно. Немного тушевка, где я пыталась увести к виску, получилась не столь чистая, как я бы хотела видеть, потому что все же я ощущала, что тени мягкие и должны неплохо так оттушеваться. У меня почему-то получилось не очень хорошо. Ну ладно. Но зато все остальные характеристики меня порадовали в палетке. Я на самом деле думала, что будет более тонкое, что-то более невесомое. И давайте, наверное, я тогда во внутренний угол глаза нанесу дуахром. Вот этот вот оттенок. Это тоже такой очень тонкий дуахром. Золотистый. С розовым переливом. Но перелив настолько тонкий. Прям очень-очень нежный. Очень нежный. В принципе, как подсветка во внутренний угол глаза, это очень-очень красиво. Но если на подвижное веко наносить, я не знаю, мне кажется, это будет очень тонко и очень невесомо. Прям в замешательстве каком-то нахожусь. Вроде и классно, но, блин. Лучше бы, конечно, он был бы более сияющий, что ли. Я не знаю, больше дуахромный. Ну что ж, тогда прокрашу ресницы и вернусь к вам. Прокрасила ресницы тушью Sky High. На губы нанесла помаду от Too Faced из новогоднего лимитированного набора в оттенке Hot Tauty. И вот какой образ у меня получился сегодня с палеткой Песчаная Газель от бренда Tami Danuka. А этот макияж с палеткой Ласковая Песчаная Газель от бренда Tami Danuka я буду делать на базе Urban Decay Original. В отличие от базы Art Deco, Urban Decay, она схватывается намертво и становится вообще неподатливая для какой-либо налепки пигмента или сияющей какой-нибудь текстуры. И этот макияж я хочу сделать более сдержанным, более спокойным, более простым, поэтому я не буду прибегать к помощи самого темного, темно-зеленого оттенка из палетки. И буду сразу же делать и грунтовку, и затемнение при помощи второго матового, который здесь больше заявлен как транзитный. И буду делать нюдовый макияж. На эту базу оттенки из палетки ложатся чуть более сухо. Ну и у той, у той базы есть свои веские преимущества в работе, поэтому как-то ругаться на Original я не стану. В ней есть свои преимущества. Она тоже очень неплохо держит, и она не обладает липковатой какой-либо такой основой, которую есть необходимость в некоторых случаях изрядно припудривать при помощи пудры или же при помощи каких-либо молочных теней. Хотя вот этот вот оттенок, который светлый, матовый в палетке, он мне кажется все же, несмотря ни на что, тушуется неплохо как на липковатой базе, так и на вот этой вот базе. Природа у него, видимо, такая. Он не склонен так залипать, как, например, темно-зеленый и самый темный в палетке. Ну да, с ним тушевка получается немного более чистая, чем когда я использовала еще и самый темный, матовый в работе. Хотя я бы не стала ругаться на тот темно-зеленый, просто он как бы, да, такой... С ним нужно еще сработаться. Ну что ж, мне кажется уже неплохо. И тогда будем наносить при помощи плоско-пушистой кисти от Брандсоева. И это у меня 234. Буду наносить сияющий оттенок на подвижное веко. И, наверное, в этот раз я изберу вот этот вот цвет. Более классический, такой медно-золотистый оттенок. Вроде как у него дуохромной природы не выражено, насколько я понимаю. Тут просто вот эти вот дуохромы, они больше как сатин, и поэтому распознать их дуохромную текстуру иной раз сложновато. Ну, кстати, наносится отлично. Хотя, напомню, это база Urban Decay Original, и она прекрасно схватывается, ее припудривать ничем не надо. Класс. Очень тонкий, красивый такой, даже не золотистый, даже не бронзовый. Он такой спокойный этот оттенок, мне кажется, на повседневку. Вообще идеальный такой цвет, благородный, красивый подтон. Он такой теплый, немножечко из золота, немножко и оливки здесь есть. Но это настолько такой тонкий полутон, он вообще не кричащий. Очень прикольно. И при помощи кисти наносится отлично. Да, эта палетка определенно относится к тем, которыми можно просто в пять розчерков сделать очень симпатичный макияж. На каждый день, чисто вот так, вот куда-нибудь на работу, на прогулку, просто вот. Если не брать самый темный, то действительно все легко и очень симпатично получается. Очень благородно, очень так солидно, классно. Но осыпание, осыпание, к сожалению, есть. На нижние веки, наверное, продублирую оттенок, которым закладывала складку сверху. Хотя, наверное, придется усилить интенсивность, потому что получается слишком слабо на нижние веки. Не так, как вышло на верхнем. Придется все же добавлять самый темный, темно-зеленый матовый. Ну, на нижние веки он смотрится неплохо так же. Ну вот, осыпается он, конечно, осыпается. И во внутренний угол глаза тогда попробую добавить, наверное, фиолетовый дуохром из палетки. Хоть какую-то изюминку, более яркую добавить этого макияжа хочется. Быть может, здесь, во внутреннем углу, этот фиолетово-синий с розово-шампанским переливом смотрится немножечко неуместно, наверное. Действительно, если бы я нанесла бы дуохром розовый, который в палетке представлен, быть может, было бы даже более сдержанно. Попробую на самое яблочко верхнего века добавить все-таки вот этот вот розовый дуохром. К сожалению, он не настолько яркий, как мне бы хотелось, просто потому что перелив у него красивый. И сам по себе он очень симпатичный. Но из-за того, что... Да. Из-за того, что преломление света у него очень незначительно и очень невесомое, поймать дуохромный перелив очень сложно. Нет, здесь, конечно, я его наслаиваю и это заметно, что лучше ситуация не становится. Но когда я наносила соло этот оттенок на века, он все равно, даже на липковатой базе арт-деко, не в полную свою силу проявил свои дуохромные способности. Это очень обидно, потому что цвет красивый, благородный, но насколько же он слабый, как дуохром, это прямо грусть, тоска, печаль. Ну что ж, давайте я прокрашу ресницы, нанесу на губы помаду и вернусь к вам. Зачекаем итоговый мейкап. Ну что ж, прокрасила ресницы любимой тушью, на губы нанесла красную помаду от NYX, и это у нас линейка Shine Loud, оттенок называется Rebel in Red, и вот какой образ с палеткой «Ласковая песчаная газель» от Tami Tannouka у меня сегодня получился. У бренда Tami Tannouka вот эти вот палетки, которые вылупляются из яичек, превращения которых можно следить, каждая, кажется, десятое уже число на сайте и в группе ВКонтакте, они имеют две формы выпуска. Первая форма – это стандартные рефилы, стандартного вида палеточка на шесть отсеков, и второй вид – это некий такой вот сэмпл-коробученька, где очень маленькие рефильчики, и очень-очень удобный формат таких мини-тестеров, или как они называются у марки, это очень маленькие, вот просто с ноготок вот эти маленькие рефильчики, которые действительно, знаете, вот можно с собой брать дорогу куда-нибудь, конечно, стоит перед этим утеплять палеточку, чтобы она не грохнулась нигде, но в целом она весит немного, и действительно как тревел-формат изрядно хороша. Также стоит упомянуть, что все эти рефилы, которые здесь погружены, они с легкостью, вытаскиваются из палетки, и сзади указан у каждого рефила свой номер. Собственно, можно такую однушечку купить на сайте, в полуразмерной версии также. Это у них, кажется, называются коинсы, или какие-то там монетки. Ну и, кстати говоря, имея несколько таких малышек, малюточек, можно вытащить рефилы из тех, которые нравятся, составить все в одну, и шесть рефилов, вот, собственно, используют в дороге где-нибудь. То есть, по факту, отсюда можно выковырить то, что не очень нравится, и засунуть то, что нравится из других палеток, и будет ваша вот самонаборная персональная палеточка. В каждой палетке свой определенный набор. Например, в палетке «Ласковая песчаная газель» я вижу один затемняющий матовый, один транзитный матовый, и четыре сияющих рефила, из которых три обладают легкой, красивой, доохромной текстурой. И это как плюс, так и минус палетки, потому что это было немножечко обидно, потому что оттенок, который обладает легкой розовой доохромностью, к сожалению, свою доохромность не во всей своей красе проявляет навеки, даже если наносить его толстым слоем на липковатую базу. С другой стороны, вот этим вот лавандовым оттенком, который у нас является звездой палетки, и он идет под номером 074, им я более чем довольна. Это очень красивый оттенок, просто невероятного какого-то перелива, и я даже, конечно, делом на сайте посматривала, можно ли его купить в полоразмере, вот такую однушечку, очень классный цвет. Также вместе с тем стоит заметить, что в этой палетке есть для меня некие более удачные оттенки, некие менее удачные. К более удачным я как раз спешу отнести вот этот вот оттенок, который является матовым, транзитным, конечно же, фиолетовый доохром, и, конечно же, два верхних рефила, которые вот один является тоже доохромом, очень тонкой такой природы, и второй это такой больше медно-золотистый, с легким оливковым таким нюансом, то есть это нечистая такая медь. Вот этими оттенками я более чем довольна. К другим двум у меня есть некого рода вопросы. И первый оттенок, о котором я уже выше говорила, это вот этот вот розовый доохром, который скрывается в палетке под номером, давайте сюда, номер 073. Чудесный цвет, но если бы ему чуть больше розового отлива, просто цены бы ему не было. Но, к сожалению, он настолько невесомый в своем доохромном переливе. Это для меня все-таки, ну, немножко грустно, потому что хотелось бы видеть чуть поярче. И второй оттенок, это у нас матовый темно-зеленый. Он неплох. В общем-то, на него, я, наверное, буду ругаться меньше, чем на доохромный. Но стоит все же поругаться, потому что, во-первых, он самый пыльный из палетки, во-первых. И, во-вторых, с ним иногда бывает не совсем чистая тушевка на веке. Что на более сухой базе, что на более такой липковатой базе. Так что, есть к нему некие вопросы, но, в принципе, с ним можно жить, и можно с ним работать вполне себе. В целом, хочу сказать и подытожить, что знакомство с прессованными тенями вот там и та нука у меня состоялось, и оно случилось очень даже в позитивном русле. Не ожидала, что так получится, но, тем не менее, все же некие такие положительные флюиды я уловила. И хочу сказать, что именно с этой палеткой, ласковая песчаная газель, у меня вот в первый раз за довольно длительное время возникло очень такое жесткое желание наносить на губы яркие, красные, алые и такие насыщенного цвета помады, потому что все же сборка здесь более нюдовая, более спокойная, благородная, красивая, такая роскошная. И действительно так, для взрослой девочки, для работы в офисе. Очень красивая сборка, и я прям рада, что мне эта палетка дала такую прекрасную возможность в процессе тестирования заново рычехлить свои красные и бордовые помады и заново их выгулить. Давненько я не выгуливала эти помады, а тут прям повод очень хороший появился. Так что в целом хочу сказать, что палетка не идеальная, собственно, как и пятерки Наташи Деноны, когда в каждую палетку Наташа так или иначе помещает рефил, который у многих вызывает некие такие вопросики. Так что я бы не сказала, что один рефил плохой, все, надо забраковать всю палетку. Нет, просто тут есть некие нюансы, которые, безусловно, стоит знать в работе, прежде чем покупать эту прекрасную палетку. А это был весь мой обзор. Я надеюсь, смогла стать для вас немножко информативно, наглядно и полезно. Ну или, по крайней мере, показала нужные необходимые свочи под нужным освещением и показала вариативность этой палетки. Какие образы с ней можно, собственно говоря, создать и насколько по тональности они получаются яркими, насыщенными или же просто даже носибельными. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной и в ближайшем будущем через два дня на третий. Как всегда, я порадую вас новым роликом на тему декоративной косметики и палеток теней. А с вами была Саша и до новых встреч и всем пока-пока!